В прошлом году в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» мытищинских школьников уже знакомили с правилами безопасного обращения с электроприборами. В этом году сотрудники мытищинского фериала Мособлэнерго решили повторить увлекательный урок, который так впечатлил учащихся 27-й школы. Мы со своей стороны хотим, чтобы детишки росли грамотными, чтобы они представляли опасность, которую может принести электричество, а также, чтобы они увлекались уже в детстве, может быть, пошли по каким-то экспериментальным стопам, выбрали себе профессию, связанную с развитием электроэнергетики в нашей стране. Неуемной энергии школьникам из 5-го Б не занимать, поэтому, говоря с ними об электрической, особенно важно было напомнить, какую опасность влечет за собой неосторожное обращение с электроприборами и оголенный провод, лежащий на земле, а также, как действовать с тем, чего нельзя увидеть – с током. Уже не на словах, а на деле специалисты наглядно показали, как буквально за считанные минуты достигается перевоплощение тепловой энергии в электрическую с помощью паровой машины. Излишнее давление, помимо этого, как в настоящем паровозе, скидывается при помощи клапана. То, что металл, вода и человек проводят электричество, еще раз, но уже не на словах, а наглядно продемонстрировала профессор Юля. «Мы с вами являемся кем? Проводниками! Молодцы! Проводниками! Почему опасно прикасаться к оголенным проводам? Потому что мы проводим электричество. И Янина, например, ухо проводит электричество? Да!» Заставить часы работать без батарейки от двух долек яблока или стать самым настоящим украдителем тока, без волшебства, при помощи науки, смогли школьники. Также они приняли участие в многочисленных экспериментах, связанных с электромагнитным полем. Убедились, как работает изобретение Николы Теслы и казавшееся всегда таким магическим – плазменный шар. «Очень весело!» «Что весело, что понравилось?» «Эксперименты!» Уроки физики у этих школьников начнутся только через два года. Но уже сегодня они понимают, что этот предмет просто необходим в повседневной жизни. А благодаря увлекательному уроку они получили ответы на свои самые распространенные вопросы на тему электричества. И теперь сами могут рассказывать, что может быть опасно для жизни. «Мыться с феном, ну и с телефоном, конечно же. Если увидишь, что перед тобой провод упал на улицу, тихонько, гусиным шагом уходи оттуда». «Как ты думаешь, физика? Интересный будет предмет сигнал?» «Ну, если будут такие эксперименты, то да». Кроме впечатлений, все школьники получили в подарок фликеры, светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее в темное время суток. И увлекательный журнал, чтобы продолжать дома вместе с родителями проводить безопасные эксперименты. Дарья Ильинская, Олег Степанов. Информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова